Прагматичные отношения в семье. Касалось ли когда-нибудь это вас? Существуют ли такие отношения в ваших семьях с вашими детьми, с вашими родителями, с вашими братьями и сестрами? Давайте сейчас я расскажу вам несколько эпизодов, а вы в комментариях дополните, случалось ли это такое у вас и что вы об этом думаете. Перед тем, как записать это видео, я зашла в интернет и прочитала значение слова «прагматизм». Первое, что мне попалось на глаза, что прагматизм – это положительное качество человека. Я не очень с этим согласилась, и поэтому полезно рыться дальше. Оказалось, что прагматизм – это идеалистическое течение в современной буржуатной философии, преимущество американской, признающее истинно не то, что соответствует объективной действительности, а то, что дает практический полезный результат. Поведение, деятельность, вытекающая не из принципиальных соображений, а из корыстных побуждений. Ну, с этим я соглашусь, пожалуй. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы в своих комментариях написали, что вы думаете об этом. Что же это за качество человека? Хорошо ли это или очень хорошо? Или все же вы считаете, что в этой жизни нужно жить больше сердцем и душой, чем холодным расчетом? Давайте послушайте меня и напишите, что вы думаете об этом. Здравствуйте, меня зовут Алла. Кто еще не знает, я про Ван Салочки. И по четвергам я решила делать видео немножечко психологического плана на темы, о которых, возможно, многие думают, но не каждый согласится говорить об этом открыто. И сегодня наша тема – это прагматичные отношения в наших семьях с нашими родными и близкими. Касалось ли это вас? И что вы думаете об этом? Тема этого видео была навеяна одной из моих подписчиков. Разговаривали мы на одну тему. И она мне говорит, а как вы рассмотрите вот такой случай? Мужчины и женщины развелись, у них остался ребенок. И папа не захотел платить алименты официально. То есть он скрывался некоторое время. Считает, что раз он ушел от своей жены, значит и ребенка пускай она воспитывает сама. Зачем ему это нужно? Тем не менее его мама подумала, подумала и говорит ему, сыночек, я бы на твой месте пошла бы и начала платить алименты. Там сумма не такая и большая. Тебя это, как бы это тебе не будет обуза, тебя это не разорит. Но зато, когда ты состаришься, и если что-то случится, если вдруг ты не сможешь сам оплачивать свою жизнь, ты можешь подать на своего ребенка, потом в суд на алименты. Сыночек подумал, подумал и пошел, и стал добровольно платить алименты своему ребенку. При этом не поддерживая абсолютно никаких отношений ни с его бывшей женой, ни с самим ребенком, но аккуратно, аккуратно складывая все квитанции на те деньги, которые он отослал своему ребенку, чтобы если вдруг что, чтобы можно было доказать, что я же папа, я же настоящий папа, я же участвовала в жизни ребенка. Вы понимаете, я когда слышу такие моменты, меня это не то, что раздражает. Я даже отказываюсь комментировать такие случаи, потому что на самом деле официальная помощь в наших странах, она настолько мизерна, что человек отдает какие-то копейки своей бывшей на содержание своего же ребенка, сделанного когда-то с любовью, с таким расчетом, что потом он сможет этим воспользоваться, и не то, что там вернуть свои деньги, а еще по-хорошему, по-доброму заставить своего ребенка, сына или дочь полностью его задержать и исполнять все его капризы. Во Франции это тоже существует, но здесь по большому счету родители сдают своих детей в дом престарелых, и если у них недостаточно денег, то есть пенсии родителей, и недостаточно денег платить за этот дом престарелых, потому что дома престарелых здесь в очень разных уровнях, есть подешевле, есть подороже, то в это время до самой смерти этих людей доплачивают государство, и уже потом после их смерти, если государство может что-то где-то уже взять, там по продаже дома после смерти, то есть чтобы высчитать это все сразу или так далее, например, я вам хочу сказать, мне кажется, что прагматизм в отношениях семейных существует абсолютно везде, во всех странах, и сейчас уже такая эпоха наступила, что я вообще сомневаюсь, что настоящая любовь бескорыстная, рай в шалаше существует еще. Мне кажется, требования сейчас супругам обоюдные, очень-очень высокие, на французской стороне никто с вами не будет завязывать никакие отношения, если вы не работаете. То есть даже если он в тебя влюбится, то он сразу поинтересуется, если у тебя работа, если у тебя страховка, сможешь ли ты оплачивать свои запросы и так далее. Это считается в современном обществе абсолютно нормально, и на это даже никто и не обижается, и здесь современные женщины, они прекрасно знают, что найти они себе могут здесь только подобного себе. Случаи такие, как бывают в фильме «Красотка», «Золушка в лице» и «Миллионер», наверное, существуют еще в современном мире, но это очень-очень редкое явление. Вот такой первый вопрос. Напишите мне, есть ли у вас такие случаи. Второй случай, который я вам хочу рассказать, это случилось в семье моего мужа. Мы были на одном из праздников, и так как семья моего мужа очень большая, они постоянно разговаривают о своих детях, о своих внуках, особенно когда детей и внуков нет рядом, то, конечно же, они позволяют себе залазить более глубокие дебри и рассказывать своим, скажем так, братьям, сестрам какие-то проблемы, которые наболели. И я сижу, тихонечко слушаю рядом, потому что я очень редко встреваю в эти разговоры. Меня это никаким образом не касается. И даже если я бы хотела вставить свои два пальца, там, до пять копеек и так далее, то никто бы не подумал даже и послушать меня, и что-то еще и применить в этой жизни. И, значит, вот сидят, братья с сестрами, и одна ей будет говорить, у нее двое детей, оба живут, значит, сын женат официально, а дочка не замужем, но они уже живут очень много лет вместе со своим мужчиной. У них двое деток, мальчик и девочка, где-то, по-моему, 8-9 лет мальчишки, и годика 4 девочки. И вот эта мама говорит, да, вот у меня проблем больше нет с сыном, но вот с дочкой я разговариваю, разговариваю, и я ей говорю, доченька, послушай меня, услышь меня, сходите вы, распишитесь со своим, значит, мужчиной. А ты понимаешь, что вот не дай бог с ним что-то случится, у тебя двое детей, но так хотя бы будешь половину пенсии его получать, это же все-таки какая помощь. А та будет говорить, мама, успокойся, какая там будет пенсия, он там, короче, получает там копейки. То есть я на это не рассчитываю, я и самосправлюсь, мы откладываем деньги и так далее. А мама ей говорит, откуда ты знаешь, у тебя все-таки двое детей, тебе там 500 евро никогда не помешают. Ну вот вы понимаете, я с ней согласна, и с другой стороны, нет, мне нечего сказать. Наверное, она все-таки права, но как была преподнесена проблема? То есть, доченька, ты не сходи, распишись по любви. Вы же любите друг друга, у вас же детки, вы купили совместный дом, вы достроили совместно этот дом, вы там покупаете вместе какую-то недвижимость, вы откладываете деньги и так далее. Значит, вы любите друг друга, сходите, распишитесь, пускай у вас у всех четверых будет одинаковая фамилия, пускай у вас будет настоящая семья и так далее. Нет. Сходи, доченька, не спешитесь, если вдруг что, чтобы она могла получать пенсию. Вот такая вот проблема. Что вы думаете об этом? Продолжим про прагматичность в отношениях семейных. И я не помню, где я это слышала или видела, но во всяком случае был такой разговор, не помню, честно вам скажу, где, разговаривали о том, что у состоятельных родителей всегда задумываются о том, чтобы помочь своим детям. То есть они покупают, могут позволить себе купить какую-то квартиру, недвижимость, возможно, машины, возможно, пароходы, теплоходы, я не знаю что. И вот у них, значит, они задают вопрос. То есть я хочу подарить своему ребенку квартиру, но на чьи имя мне ее записать? Сразу на имя ребенка? Или все-таки на свое имя? И оставить на эту квартиру наследство своему ребенку? Если честно, я сразу как бы и не врубилась в этот разговор. А потом, когда начала читать комментарии, то поняла то, что мнения, конечно, очень сильно разделяются. И может быть, это и логично, покупать квартиру своему ребенку, потому что при случае он выйдет замуж, она выйдет замуж, он женится на ком-то. У них появятся детки, появятся проблемы, люди начинают расходиться почему-то именно после появления детей, потому что появляются проблемы, и кто-то из супругов не справляется с этими проблемами. Поэтому они считают, что проще развестись. И вот здесь начинается развод, когда начинается развод, то начинается раздел имущества. И вот эти родители, понимаете, когда мужчины принимают такое решение, я куплю своему сыну дом, но я его запишу на свое имя, и после моей смерти он вступит во владение этим домом. Это одно. Но когда мама говорит об этом, что я куплю своему сыну дом, но запишу его на свое имя, потому что, не дай Бог, он разведется с той девочкой, чтобы ей не осталось ни гроша. А кто подумал о том, что останется их внуком? Разве внуки – это не ваша кровь? Разве внуки – это не ваше счастье? Почему при разводе ваших детей, дети, которые остаются с одним из родителей, должны страдать, или должны быть как обезнаследствием, короче, остаться без наследства? Я думаю, что это чистой воды прагматизм, и, к сожалению, очень многие родители, когда их дети разводятся, не всегда думают о своих внуках. И это тоже достаточно грустно, потому что, вы понимаете, миром начали руководить только деньги, и какой-то… Я не могу назвать это рассудком, это просто какой-то расчет. Куда девается любовь? Мы не знаем, потому что, когда мы женимся, мы выходим… Нам кажется, что мы любим этого человека безумно. Когда мы выходим замуж, вот, казалось бы, все хорошо. Но когда мы начинаем уже жить какое-то время вместе, когда мы рожаем своих детей, когда у нас появляются проблемы, когда, возможно, нам начинает не хватать каких-то денег, свободного времени, нужно постраиваться под своего супруга, вот здесь вот и начинаются проблемы. Когда мужчины в большом их количестве начинают понимать, что я-то еще не нагулялся, я еще в этой жизни ничего не видел, я тут маленький ребенок, или там это беременная жена, и мне нужно сходить налево или направо и так далее. Но вот здесь начинаются проблемы. Хорошо, но это проблемы между взрослыми людьми. А почему должны страдать внуки? Почему должны страдать дети? Почему из-за того, что их прагматичные бабушки и дедушки в свое время сделали именно вот такой выбор? Я не знаю. Может быть, это и правильно, а может быть, и нет. Хотелось бы услышать ваше мнение. И четвертый сюжет, с которым я, наверное, соглашусь, это брачные контракты перед свадьбами. Почему я больше соглашусь с этим? Потому что действительно ситуации в жизни бывают очень разные. И почему, например, человек, у которого все было с одной стороны до свадьбы, и человек, у которого что-то было с другой стороны до свадьбы, в случае развода должны отдавать то, что у них было. Поделить то, что они приобрели вместе, да, я согласна. Допустим, если там муж и жена разводятся, мужчины и женщины, и имущество у каждого остается при них самих, то в случае смерти одного из родителей, то, что было у папы или у мамы, это будет наследством их детей. Вы знаете, вот здесь мне даже и сказать нечего. Возможно, это невозможно, быстрее всего, это и очень мудрое решение, потому что прагматичность у людей перед тем, как они выходят замуж, настолько сейчас бывает очевидной, что молоденькие девочки ищут очень пожилых мужчин для того, чтобы выйти за них замуж. Они бездумно рожают им детей, надеясь на то, что эти мужчины пожизненно будут содержать и ее, как говорится, своих отпрысков. Ну, не тут-то было. И девчонки, которые идут на вот такие вот опрометчивые браки, делают такие шаги, не задумываясь о том, что в конце концов они останутся ни с чем, и в лучшем случае их ребенок будет обеспечен, конечно же, очень сильно рискуют. Во Франции вообще... У нас сейчас будет выходить замуж старшая дочь моего мужа, я в мэрии очень хорошо послушаю, какого плана брачный договор у них составлен или нет вообще брачного договора. То, что его не будет совсем, я буду очень сильно удивлена. Но если... Понимаете, есть разные виды браков, и сегодня тема совсем не... Тема этого видео, она не про брачные контакты и так далее. Но, во всяком случае, во французской среде сейчас очень мало браков, еще и потому, что люди настолько расчетливы, да, и настолько прагматичны, что они говорят, вот те сделали свадьбу, заплатили там 50 тысяч евро, пригласили 150 гостей, а через 3 месяца развелись. И теперь им приходится делить то, что было там состоянием одного из супругов. И они об этом говорят очень открыто, и они об этом как бы не стесняются говорить. Ну, возможно, если они об этом говорят, значит существует на самом деле такая большая проблема. А с другой стороны, вы знаете, вот по мне, наверное, самое главное, чтобы то, что было нажито в браке, принадлежало обоим супругам. Естественно, ну, во Франции это невозможно, здесь детей нельзя оставить без наследства. Вот. Не знаю, почему появилось сегодня это видео, но, наверное, я смотрю направо, налево, по сторонам, я читаю много информации, я немножечко подчитываю, скажем так, не брачную психологию, а психологию отношений, именно современных отношений. Там немножечко, там немножечко, посмотри, мне закрадывается в голову такая мысль, что на сегодняшний день практически слово «любовь», оно исчезло в далекое-далекое, по мне, как советское прошлое, потому что мы раньше рожали детей по любви, и очень мало было браков, которые заключались именно по выгоде. Все-таки молодежь женилась, не было у них ни квартир, не было у них ни машин, не было у них никаких денег, они женились, они снимали там какие-то квартиры, снимали комнаты, жили со своими родителями, получали копейки, рожали детей, и каким-то образом они выпутывались в этой ситуации. Сейчас практически такого нет. Сейчас запросы особенно у девчонок к своим супругам, к будущим супругам, там, планка, допустим, в России, чтобы он зарабатывал 200 тысяч, иначе эта кандидатура даже рассматриваться не будет. Наверное, это правильно, а быстрее всего это неправильно. Давайте мы сегодня в комментариях порассуждаем о том, все-таки, о расчете, о прагматичности, о какой-то хитрости, заведомо, уже заведомо и как бы сформированном в твоем подсознании до того, как ты вступаешь в брак и начинаешь жить с каким-то человеком. Нормально ли это, хорошо ли это? Я сегодня ничего не говорю о себе, потому что это видео такого плана, которое, да, наверное, меня тоже касается, но сегодня я хочу узнать ваше мнение на вот эти темы, которые я сегодня вам наговорила. Давайте пообщаемся, почему бы и нет. А с вами была ваша провансалочка, французская безу-безу, и до очень скорой встречи на моем канале в прямых эфирах. Всего доброго, друзья! Субтитры подогнал «Симон»